Модный гид от fashiontime.ru Лупита Нионго – новый посол красоты Ланком. Французский парфюмерно-косметический дом Ланком представляет актрису Лупиту Нионго в качестве новой посланницы бренда. Благодаря природному таланту и уникальной красоте, 31-летняя Лупита Нионго произвела фурор во всем мире. Лупита призналась. Для меня большая честь представлять Ланком. Я разделяю тот же уникальный взгляд на женщин и идею о том, что красота не может быть навязана, а напротив, должна давать женщине свободу быть собой. Напомним, что Нионго стала представительницей бренда вслед за Джулией Робертс, Кейт Уинслет, Пенелопой Круз и является четвертой оскароносной представительницей французского бренда. Неоновые краски Один из бьюти-трендов сезона – неоновые цвета. Fashiontime.ru расскажет, как сделать яркий и необычный макияж. На подиумах популярностью пользовалась неоновая помада. Насыщенные цвета розового мы уже видели на показе Гальяно, а Диск Уерт и Альтузарра выбрали ярко-оранжевый цвет для губ. Девушкам с рыжими волосами особенно подойдет интересное решение для модного макияжа – яркие тени лимонно-зеленого оттенка, как на показе Лейла Роза. Они придадут образу озорное весеннее настроение. На показе от Элье Версачи в макияже моделей был использован неоновый зеленый лайнер, который подчеркнул изящный разрез глаз. Насыщенные кислотные цвета на глазах, губах и ногтях идут абсолютно всем. Самые смелые примеры использования неоновых цветов в макияже продемонстрировали визажисты показа The Blondes, а также мастер своего дела Питер Филлипс для Шанель. Не бойтесь неоновых оттенков, ведь весна – прекрасное время для экспериментов. Все дело в сумке. Какие сумки будут самыми модными весной и летом? Представляем самые актуальные тенденции этого аксессуара. Дизайнеры предлагают мини-версии уже полюбившихся моделей. Сумки из пластмассы на цепочках, как на показе Шанель. В виде мешочков на ремешке, на дефиле Клоэ и Луи Бютон. А также мини-версии сумок присутствовали в весенне-летних коллекциях Жильсандер и Мю-Мю. Мини-сумки уместны практически везде и с любым нарядом, но не вместительны. В таком случае для тех, кто предпочитает практичность, модельеры предлагают рюкзаки, как у Сони Рикель или Ребе Каминков. Рюкзаки подходят не только к ветровкам и свитшотам, но и к романтичным легким платьям. А для тех, кто любит яркие аксессуары, мы предлагаем сумки с бахромой. Настоящий must-have сезона. Сумки Гуччи из кожи крокодила с длинной бахромой невозможно было не заметить. А Фиби Фило представила необычные дизайны из тонких полосок кожи для Селин. Бесформенные сумки-мешки, как у Джорджио Армани и Карвен, будут практичны как для дневной прогулки по городу, так и для пятничной вечеринки с друзьями. А вот новый способ носить сумки – складывать их вдвое, как на показах Стелла Маккартни, Клоэ или Бёрбери Прорсум. Кстати, этот тренд не обязательно предполагает покупку нового аксессуара. Если у вас есть сумка или объемный мягкий клатч, который можно сложить вдвое, смело носите его именно таким образом. Премьера фильма «Ив Сен-Лоран» в Москве. В концертном зале «Барвиха Лакшери Виллдж» с размахом прошла премьера фильма Джалиля Леспера «Ив Сен-Лоран». Сам наследник легендарного дизайнера Пьер Берже одобрил именно эту версию. Гости имели возможность окунуться в мир бренда «Ив Сен-Лоран» еще до показа. В холе кинозала были представлены парфюмерные новинки, а визажисты создавали фирменный макияж от французского бренда. Среди желающих оказались популярные певицы Саша Савельева и Лоя. В фойе концертного зала были представлены винтажные платья от французского бренда 70-х-90-х годов из коллекции бутика «Виктория Винтедж». Его владелица Виктория Шамис рассказала нам о знаковых коллекциях дизайнера. Безусловно, мы будем говорить с вами о 70-х годах, это начало, это Риб Гош, у него расцвет, наверное, был его карьеры. Нельзя не отметить его испанскую коллекцию, нельзя не отметить его китайскую коллекцию, безусловно, нельзя не отметить русскую коллекцию, потому что он очень много путешествовал в Россию, был вдохновлен этой страной. Российскую премьеру картины в Сен-Лоран посетили Виктория Дайнека, Мага Ухмаев, Яна Рудковская, Евгений Алинович и многие другие ценители моды и кинематографа. Это был модный гид от fashiontime.ru. Не пропустите наш следующий выпуск каждую пятницу на канале Fashion One.